Сегодня губернатор Никита Белых посещает Кельмесский район. В программе визита совещание по социально-экономическому развитию района и посещение ряда строящихся объектов культурно-творческого молодежного центра, детского сада и восьмиквартирного жилого дома по программе служебное жилье. А накануне глава региона побывал в немском районе. Подробности в репортаже Кирилла Сосолятина. До начала совещания по социально-экономическому развитию района Никита Белых посетил ряд объектов, в том числе среднюю школу в селе Архангельское. Директор учебного заведения Татьяна Ложкина проводила гостя по кабинетам, продемонстрировала общее состояние школы. Уезжая на следующий объект, Никита Белых отметил, что правительство области окажет необходимую материальную поддержку для ремонта кровли здания. Кто хочет сфотографироваться на фоне коров, сфотографируется. На производственных площадях Верхорубовского племб репродуктора содержится стадо порядка 800 голов. Стоит отметить, что находящийся здесь скот породы Гирифорд используется для производства мяса, а не молока. При этом мясо таких животных, как правило, довольно дорогостоящее. Если молочный скот ежедневно дает выручку, то есть молоко, это животное дает только теленка. И два года практически идут только один из утрат. Руководство племб репродуктора обратило внимание губернатора на дефицит производственных площадей и кадров. К тому же в прилегающих к хозяйству поселениях давно закрылись единственная школа и детский сад, что не лучшим образом сказывается на привлекательности предприятия для молодых специалистов. Палка двух концертов. С одной стороны, молодежь не приезжает, потому что у них там социальная инфраструктура, с другой стороны, социальная инфраструктура же штука затратная. Начатый в поле разговор о социальной инфраструктуре продолжился на совещании в районном Доме культуры. В немском районе все еще достаточно остро стоит вопрос о газификации некоторых поселений. Как объясняют специалисты Департамента энергетики, вся сложность высокой стоимости работ по подведению газопровода к небольшим населенным пунктам. Никита Белых предложил решить этот вопрос совместно с промышленными предприятиями, которым проведение газа также выгодно. Это даст возможность правительству области выделить бюджетное средство на реализацию проекта газификации и ускорить процесс. Если мы понимаем, что в рамках этого проекта могут быть, собственно говоря, введены некие дополнительные соучастники и дополнительные условия, как в данном случае агрофирма «Немский» и «Мясокомбинат», тогда это все становится прозрачно, понятно, честно, открыто. Когда слово дали народу, выяснилось, что в районе скоро не останется учителей. Уже сегодня большинство педагогов пенсионного возраста, а молодые специалисты не искали в районе работу последние несколько лет. Местные жители уверены, на такие низкие зарплаты, как сейчас, никто из выпускников не захочет возвращаться в район, а дефицит жилья только усугубляет ситуацию. Средняя заработная плата в системе образования будет значительно выше, чем те цифры, о которых вы говорили, это раз. Второе, мы реализуем проект «Служебное жилье», вместе с районами. Другое дело, что район сам определяет приоритеты, потому что он заинтересован в закреплении не только учителей, но также врачей, работников культуры. Но острее всего на сегодняшний день чувствуются проблемы немского здравоохранения. В Центральной районной больнице нет офтальмолога, лора, есть рентгенолог, но нет самого аппарата рентгена, так же, как и флюорографии. К специалистам приходится ездить в Налинск, это не близко, а на такси довольно дорого. Давайте так, соберемся, значит, отдельно, тогда с департамент В и глава района. Задача в 2014 году, что в следующем году и это лоринголог, и офтальмолог, чтобы в Центральной районной больнице были. В заключение Никита Белых пообещал вновь встретиться с населением района, но уже для подведения итогов проделанной работы. Кирилл Сосолятин Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.